МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По этому поводу с заместителем министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатериной Киреевой. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Я так понимаю, что Амурскую область на выставке уже представили, правильно? Все верно. Мы даже дважды отметились уже на выставке, на открытии вот этой второй сессии, очень такой интересной, новом формате, понятном, почему он онлайн-формат, тут объяснять не надо. Мы нам дали возможность рассказать о нашем топовом внутреннем маршруте на космодром Восточный. Мы вместе с представителями Ростуризма эту тему очень подробно разобрали, рассказали, очень большой был всплеск интереса. А потом мы сделали действительно большую презентацию, три часа в совершенно новом для нас формате. Но самое главное, что были не только представители власти, тут все как раз-таки понятно, а самое главное, что наши замечательные, неунывающие туроператоры, общественники, активисты поддержали и очень достойно представили Амурскую область, рассказав о нашем многообразии именно с точки зрения внутреннего туризма. Вообще для кого этот проект «Знай наших» сделан по факту? Конечно, он сделан прежде всего для туристов, но самое главное, как говорится, для профессиональных покупателей. Это такой хороший термин выставочный, который означает, что приходит и регистрируется очень профессиональная целевая аудитория. Это туроператоры, агенты, это все те партнеры, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы везти туристов к нам в регионы. Собственно, мы с такой аудиторией целевой и были настроены работать, и, собственно, мы получили очень хорошую обратную связь. Сами того не ожидаем. Вот сколько людей примерно смотрели онлайн-трансляцию, когда вы рассказывали про прелести Амурской области? Вы знаете, по нашим данным, это более 2000 человек. Я могу сказать, что это очень хороший показатель. Просто для примера, наши очные презентации, которые до этого мы делали, вмещали, ну, наверное, максимум 200, ну, может быть, 500 человек, если это какой-то очень такой большой формат. А тут, представляете, вся страна подключилась, 2000 профессиональных покупателей, которые очень придирчиво, очень профессионально оценивали все то, что мы говорили, не только на впечатление, да, свои первые личные, но и как профессионалы. И вы знаете, как я уже сказала, мы получили еще хорошую обратную связь. Мы внимательно смотрели за теми вопросами, которые поступали в чате в ходе всех наших выступлений, презентаций. И вот мне запомнились такие слова, как «удивил регион, зацепил». Поменьше рассказывайте фишек, интересных моментов, а то сейчас все рванут в Благовещенке. Вот это да. Да, вы знаете, и самое интересное, почему полезны такие выставки, даже для нас самих. Это возможность как бы подсобраться и, наверное, еще раз оценить, как бы попытаться со стороны посмотреть на наш регион. Ведь самое главное для нас – немножечко уходить от стереотипов. и уходить от такого обыденного восприятия. Ведь для нас наш регион понятен, мы тут живем, и с чем мы тут можем кого удивить. А вы знаете, как много тех фактов, о которых мы рассказали, удивило нашу аудиторию. Была очень позитивная реакция информации о наших контрастах, природных, географических, о наших фишках в работе с Китаем, о нашем промышленном туризме, о нашей кухне, то есть о наших фишках в гастрономии. Вы знаете, тоже был всплеск, очень такой интересы. Но и самое главное, мы получили конкретные вопросы на предложение наших туроператоров. Была очень конкретная прямо дискуссия в ходе презентации. То есть человек выступал, и уже там, грубо говоря, в правом окошке в чате шли конкретные вопросы о стоимости туров, о возрастных цензий, потому что мы представляли очень экстремальные, активные такие таежные туры. И мне очень понравилась фраза одного из очевидно западных наших, видимо, из мегаполисов западных представителей, которые написали, ну, конечно, нам, мимозам до таких туров очень далеко. Но мы заверили, что даже мимозы могут себя очень комфортно чувствовать в морской области. Я думаю, это так. Я думаю, что позитивный отклик мы получили, это самое главное. Это точно. Екатерина, ну, вы знаете, я читала выдержки всё-таки из вашей презентации. Я могу сказать, что достаточно много удивительных есть направлений, которые даже жители Амурской области не знают, не изведали ещё ни в коей степени. Поэтому давайте расскажем вот о тех прелестях туризма, которые вы презентовали на выставке, хотя бы вкратце. Да, конечно, говорить можно бесконечно долго. Мы много этой темы уже долго занимаемся, но чем больше занимаешься, вы правильно говорите, тем больше нового, интересного узнаёшь. Но я могу сказать точно о том, о чём мы говорим с точки зрения позиционирования нашей области в туризме. Несмотря на общие стереотипы, о том, что мы близки к Китаю, и вроде как всё так очевидно, что Китай под боком, и мы немножко к этому привыкли, и кажется, всё так естественно, мы можем быть очень интересны именно для внутреннего туриста. И мы говорили о том, что не нужно бояться расстояний, потому что когда мы сравнивали, например, поездку на Байконур и на космодром Восточный, мы для себя тоже как-то ещё раз просчитали и поняли, что, в принципе, продолжительность поездки, она не очень сильно отличается. Но при этом ты летишь с запада, потому что мы всё-таки, наша цель выставки – это больше зацепить именно западную российскую аудиторию. И мы говорили о том, что не нужно бояться, ведь вы летите ещё и на Дальний Восток, и вы открываете для себя Дальний Восток, посещая космодром Восточный. Можете посетить и другие регионы. Другими словами, мы себя стали позиционировать как универсальный регион для туризма, потому что вы не только мономаршрут получаете, вы можете кучу всего интересного захватить, попутно посещая один объект. Поэтому сейчас мы сделали ставку на универсальность, и на такую межрегиональность. Собственно, ядром это всё-таки является наш промышленный туризм. Все так называемые профессиональные покупатели и наши партнёры это подтверждают, что большой интерес именно к Восточному, и он может стать той фишкой, которая будет затягивать уже конкретных туристов. И самое важное, о чём я хочу сказать, что есть федеральные крупные российские операторы, которые уже заинтересованы в том, чтобы делать такие пакетные туры именно на космодром Восточной Ивамутской области. Мы уже даже провели серию таких B2B-встреч с представителями наших российских федеральных операторов и нашими туроператорами. Надеемся, что это будет уже продолжено в виде каких-то конкретных договоров и пробных тестовых маршрутов, когда, конечно, это станет возможным. Кто вам помогал в этой презентации? Потому что я знаю, что кроме вас ещё выступали и другие были спикеры, да? Всё верно. Мы делали ставку, конечно, на наш бизнес, на тех, кто, собственно, является тем проводником и реализует вот эти все маршруты и туры. Поэтому с нами очень активно работают те операторы, которые не боятся трудностей в работе именно внутреннего туризма и очень креативно и активно эту тему развивают. У нас это туристский центр «Амур» и компания «Неизвестная земля», которая вообще специализируется на очень даже экстремальных, очень активных турах, в том числе на север области. И, например, новинкой этого сезона стал тур «Йога-тур», то есть это комбинированный тур, это тур для активного отдыха, но при этом элементы йоги с профессиональным инструктором, который вас сопровождает в этом маршруте, позволяют ещё немного, скажем так, добавить здоровья и крепости духа в ваше путешествие. У нас с нами работали общественники, и наши девчата, замечательный совершенно такой новый проект для нашего региона, это «Провинциалки», это наши блогеры амурские, очень замечательные, яркие девчонки, которые зажгли аудиторию, это я просто цитирую абсолютно то, что происходило в чате, комментарии я видела, очень в живой, непосредственной манере, рассказали о тех фишках и путешествиях, в том числе о Бурейском районе, очень интересно о севере области. Поэтому, мне кажется, у нас всё получилось. То есть живым достаточно таким языком, в том числе профессиональным, и в то же время профессиональным, нам удалось рассказать о регионе вот с такой, с разных сторон. Екатерина, но всё-таки в выставке участвовало же 15 регионов. Вот вам удалось посмотреть на работы коллег, кто, может быть, вас тоже удивил? Вы знаете, туризм очень благодарная, такая благодатная и благодарная, наверное, сфера деятельности, несмотря на все сложности, которые объективно мы сталкиваемся, потому что именно опыт региона всегда для нас является вдохновляющим. Так получилось, что в этой сессии мы были одним из немногочисленных дальневосточных регионов, который так активно себя презентовал, и благодаря тому, что всё-таки фишка Дальнего Востока, да, внимание мы себе, конечно, я думаю, немножко приковали, нам удалось привлечь внимание, но самое главное, что и другие регионы нас вдохновили, очень интересные есть проекты по промышленному туризму в западной части, Тюмень, молодцы, Архангельск, очень интересные проекты, у Калуги и мы, бесконечно, мы сейчас уже планируем ряд встреч, пока, к сожалению, тоже в онлайн-формате, по обмену опытом, по созданию частных музеев, там очень много инициатив, я думаю, мы будем, конечно, всех посвящать в ход вот нашей такой активности с регионами. Ну, всё, тогда берём с вас обещание, надеюсь, что мы ещё в скором времени пообщаемся на эту тему. Вам спасибо огромное за интересное интервью. Спасибо вам тоже, всего хорошего. Я напоминаю, что мы общались с Екатериной Киреевой, первым заместителем министра экономического развития и внешних связей Амурской области, вы смотрели «Вцентр», внимание, до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому.